Добрый день, друзья! Всех приветствую! Сегодня начинается масленица! Первый день масленицы и масленичная неделя начинается, с чем я вас и поздравляю! Ну, а я вышла на улицу, вот мои питомцы тоже, и там кое-кто, и вообще все вышли вместе со мной, потому что сегодня прекрасная теплая погода, и хочу вам рассказать о празднике масленицы и о традициях. Немножко расскажу вам. В общем, масленица это такой славянский праздник, который каждый год этот праздник, дата его меняется, она зависит от Пасхи, поэтому каждый год по-разному. Вот в этом году, в 2023 году, этот праздник будет с 20 по 26 февраля, и он как бы изначально праздновался в честь Бога Солнца, Ярила. И, конечно же, на масленицу пекут блины, они же в виде солнышка, они символизируют солнце. И, конечно, этот праздник, как бы такой, знаете, переход от зимы к весне, к солнцу. В общем, празднуют этот праздник с весельями, с блюдами красивыми, с застольями. И эта неделя масленичная бывает перед Великим постом. В общем, все должны насытиться вкусной жирной пищей, потому что потом Великий пост перед Пасхой. И, конечно, потом уже будете отказывать себе во многих вещах. И поэтому эта неделя для того, чтобы насыщаться вкусняшками. Вот. Ну и каждый день недели как-то знаменуется чем-то особенным. Вот. Первый день, конечно же, пекут блины, съедают первый блин. Потом второй день недели застолья устраивают, ходят друг к другу в гости. Третий день – это среда. Обычно теща приглашает взять она блины, конечно же. Ну, потом четверг, народные гуляния. Ну, раньше, когда были зимы, снега, все катались на санках, все устраивали ярмарки, щаепитием, с блинами. В общем, веселились. Пятница. Обычно зять приглашал тещу на блины. Так было принято, конечно. Ну, а в субботу жена приглашала родственников мужа в гости на застолье, накрывала стол. А суббота, конечно, суббота – это сжигалось чучело зимы соломенное. И, конечно, люди настраивались на встречу весны. Ну, и воскресенье, как обычно, перед Великим постом – это прощенное воскресенье. И каждый должен попросить прощения у своих близких, знакомых, если кого-то, кто-то обидел. Чтобы не таить обиду, перед Великим постом нужно простить все обиды, очиститься. И, конечно, каждый должен попросить прощения, и ответ на это должен быть Бог простит. Ну, а пока до прощенного воскресенья еще целая неделя. И мы будем каждый день, в общем, веселиться, праздновать этот праздник. А сегодня я хочу начать печь блины. Ну, такая, знаете, будет репетиция. Я сейчас Сашу отправила в магазин, чтобы он купил яйца. Молоко у меня есть. И я, знаете, сегодня хочу такой сделать эксперимент. Приготовить блины на одно яйцо, на скорую руку. И чтобы вы это увидели, как у меня это получится. То есть, в течение буквально нескольких минут взболтать это тесто на блины, бросить на сковородочку и уже попробовать первый блин. Вот. Так что ждем Сашу, и потом будем печь блины. Так, а вот и Саша пришел с магазина. Ну что, ты купил яйца для блинов? Будет у нас сегодня Масленица. Будем жарить блины. Покажи, какие яйца и почем. Яйца по 6 гривен. По 6 гривен, 60 гривен десяток, да? Да. Ага. Вот такие, они, кстати... А, хорошие прям как домашние, да, крупненькие. Отлично. Ну, это как для села. Ну, конечно. Там дети подешевле были. Да ты что. Нет, эти хорошие прям домашние. Все, в общем, будем жарить блины. Масленица начинается. Я беру одно яйцо, добавляю немного муки, сначала немного, и, конечно, чуть-чуть добавляю растительного масла. Потом я это посолю. Конечно, добавлю сахар немножко. И потихонечку вот буду размешивать, добавляя муку. Я буду добавлять муку до тех пор, пока эта смесь не станет густой. И потом я начну ее разбавлять молочком. Еще можно добавить. И размешиваем. Вот смесь уже почти густая. И добавляем молочко. Потихонечку добавляем. И делаем необходимую консистенцию. И продолжаем добавлять молочко. И потом, конечно же, добавляем куркуму для цвета. Потому что наши блины должны быть желтенькие. Они должны символизировать солнышко. И, конечно, они у нас будут желтенькие, красивые, вкусные. Вот у нас получилась вот такая вот смесь. И ставлю в сковородку, включаю. Итак, сковородка нагрелась. Я беру кусочек сала, слегка смазываю сковородочку. Это только первый раз. А потом, так как мы в смесь добавили растительное масло, оно будет и так отставать. И первый пошел. А вот меня интересует, эти блины христианские или как? Да, это христианские, славянские. И вот мы ждем, когда этот блинчик обжарится снизу, сверху. Я почему спросил, потому что ты обмазывала салом. Да, да, да. Нет, можно салом. Пока у нас нет великого поста, масленица. Все, едим жирное за эту неделю. Наедаемся. И потом будет великий пост. Все, и вот переворачиваем. Сосед мусульманин, ему отдельно будем делать. Да, он не будет есть блины, у них не принято. И все, и первый блинчик у нас готов. Вот такой красивый, как солнышко, желтенький. Вот такая вот красота. И поехали. Дальше уже не смазываем сковородочку, а просто наливаем и жарим дальше. Ну, а блинчики мы можем кусочком сливочного масла еще смазывать, пока они горячие, чтобы были вкусненькие. Вот блины готовы. Буквально пять минут. Желтенькие, с хрустящей корочкой. И, конечно, уже Саша пошел быстренько попробовать. Снять пробу. Ну-ка. Ну, вроде бы первый блин, но не ком. Ну, конечно. Вкусненькие. Вкусненькие. Всех с масленицей. Да. Всем здоровья. С масленицей. Так что, друзья мои, всех с масленицей, всех с вкусными блинами. С праздником. Субтитры сделал DimaTorzok